всем привет сегодня сегодня приступим к можно сказать к изучению куда вводную думаю вы уже посмотрели где я просто историю такую рассказываю и сегодня попробуем и пробовать будем ну пока что на windows с использованием visual studio почему windows потому что короче на ubuntu у меня все поставилась и драйвера и sdk кудовская но там чё-то eclipse не запускается не знаю почему это встроенная и даешь к она называется сейчас а тут даже ее нету только монитор короче по какие-то проблемы и пути настраивать если честно нет времени ну эта задача не такая уж и сложная но она не всегда тривиальная до такого рода задач так вот хотелось бы если у бунта то настроить и даешь q cutie и в ней уже работать потому что там можно собирать конечно же с помощью просто make файлов обычного текстового редактора make файлы ну как то так мне не особо хочется поэтому я установил еще на windows это установил я у меня 2017 студия первое ваши примеры если 18 студия в данном случае у меня стоит куда 92 так вот 17 студия на не поддерживает то есть она не поддерживает компилятор 17 студии но 17 студии вам нужно будет просто при установке если у вас 17 вы установили то нужно до установить набор компиляторов в частности вот вижу студия 2015 в 140 и тогда тогда в принципе работать будет дальше по поводу ubuntu у меня не установлю как у меня устанавливалась но не подтягивалась то есть видеокарта не хваталость то есть когда я собирал примеры исходные кудовские и пробовал их запустить не писала там что-то on specify on специфая драйвер на короче не хватало драйвер как я ставил я ставил сначала давайте вот ран файл скачивал локально вот я его ставил устанавливал переустанавливал ничего особо не менялось и мне помогло решение вот такой debian deb файл скачать то есть и вот по аналогии я его скачал скачал патч и вот таким вот образом я ставил и после этого у меня уже определялась видеокарта ну исходные бинарники которые были собраны из исходника уже определяли и все хорошо все хорошо запускал вот это если вы пользователь ubuntu то есть мне ран файл не помог помог только debian и так и так студия что по поводу студии в не знаю как 2015 но 2017 есть такая проблема если мы попробуем создать новый проект давайте сейчас сразу создадим кудовский проект выберем а вот nvidia куда 9 2 и вот куда 9 2 runtime и давайте куда-то сейчас в качестве примера где тут диск c тмп и напишем куда тест нажмем ok вот сделали и если мы блин а где тут в этой студии чё тут справа я привык что слева вот так если попробуем собрать как тут собирать контроль shift b по моему так если мы попробуем собрать вот этот проект по умолчанию который создается не собирается но первым делом если у вас 17 студия нужно изменить tool chain так сказать на 2015 есть попробуем собрать еще второе мы видим проблему импорта project тратата тратата вас was not found что я делал я советую вам когда вы будете устанавливать вот это все куда у вас установится примеры какие-то я думаю вы без труда их найдете то есть там набор примеров но в данном случае где тут они у меня у меня валяются наверное откуда samples и вот здесь все примеры да куча примеров которые как бы можно запустить и собрать так вот я сделал следующее я просто взял какой-то примерчик скопировал его именно нашел различие между файлом проекта этим и тем который вот создает для меня вот это студия потому что нас создает какой-то неправильный ну он не собирается что короче я сделал вот у меня есть такой шаблончик и я теперь буду копировать кстати не скопировал давайте давайте блин сейчас куда его копировал дел куда лессон с лессон один во я наверно сейчас вот эту вот это добро сейчас возьму и сделаю копию копии потом переименую это будет шаблончик так блин pdb файл там был его надо удалить он много места занимает но то потом сделаем так делаю шаблончик вот у меня будет шаблончик первое дело вот вы создали проект давайте сейчас перейдем 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 к нему у меня в тмп он тмп где он куда тест да вот вот этот проект так вот нужно подправить вот этот файлик куда тест в в cx project это первое второе нужно из тех примеров сейчас где она примеров кудовских вот куда сэмпл с копировать папку команд вот я беру и копирую ее и копирую ее на тот уровень на котором лежит просто папка ну с проекта вот наш куда тест мы создали дальше дальше идем наш куда тест в наш про файлик настройки проекта и и и и и что я делаю первое вот здесь копирую вот вот эту property group здесь созданном студии он отсутствует то есть мы смотрим мы сравниваем и вот и он отсутствует это первое дальше 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 идем в самый низ проекта дальше внизу вот здесь то что студия создает как вы видите путь немного отличается от того который был ну в тех примерах значит берем вот так вот и копируем берем и копируем ну то есть меняем можно сказать есть сделали и еще одно и еще одно тут где-то был куда компайлер по моему по моему не не это а блин это вот вот здесь на смотри так куда компайл вот берем это и копируем и и находим в первую очередь что-то типа даже не что-то типа а первое упоминание на первое упоминание компилятор вот сиэль компайлер это виндовский компилятор линковщик настройки так идем идем нашли сиэль нашли линк и вот нашли куда потому что куда есть еще здесь но меня вот тут вот вот так вот сделали пути все относительные как вы видите тоже тут относительно вот мы папочку common скопировали там дополнительные файлики ну нужные дополнительные файлики теперь идем сюда здесь аска спрашивает релот конечный релот и теперь попробуем пересобрать сделать rebuild и по идее все у нас будет хорошо сейчас все соберется елки-палки в этой студии я не особо давно работал поэтому ну как мы видим все собралось и ошибок нет все хорошо теперь можно запускать и можно уже изучать непосредственно сам язык куда ну как бы там особо такого языка и нету это вы увидите нужно уметь и понимать эту архитектуру я ее особо с ней не умею ну и наверное сказал бы что особо не понимать потому что как-то где-то прочитал фразу такую что если вы что-то не можете объяснить пятилетнему ребенку значит вы это не понимаете вот я где-то на таком уровне поэтому я буду это все добро изучать с вами времени отдельно это у меня нету изучить а потом донести вам поэтому ну думаю будет нормально идти дело в том что я уже больше месяца не могу просто к этому подойти банально нет времени то есть у меня уже месяц назад это все установлено она грубо говоря купил пару книженцы какие книги я в предыдущем ролике говорил и так давайте познакомимся что же такое куда давайте давайте ну это наверное все оставим это тестовый пример точнее стартовый он так и создается и так и так и так ну можно я думаю для начала написать просто наш наверное hello world так 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 давайте или это оставим давайте это ставим короче куда это можно сказать классический язык си ну или можно си плюс плюс то есть для того чтобы охватить максимальное количество программистов nvidia решила взять за основу язык си и дополнить его ну там некоторыми идентификаторами либо словами либо словами и в этом случае мы видим обычный си то есть принципе ничего нового здесь нету единственное новое для нас это будет это будет это будет это будет это будет короче я это все удалю потому что вот так вот я сейчас это все удалю и мы продолжим я бы поставил на паузу но дело в том что я пишу с помощью о баэс этой студии или как и у баэс да и на паузу она не особо ставится там либо пишешь либо не пишешь и все поэтому прошу прощения и так давайте вот так вот сделаем напишем напишем hello world ну printf hello world вот так это обычный язык си все хорошо все нормально ничего как бы нету в чем фишка язык куда си он простой ничего страшного в нем нету он практически тот же си своей простотой он ну в данном случае вот язык си он работает на процессоре процессор это cpu он еще называется хостом то есть cpu это хост то что мы хотим выполнять на устройстве называется девайсом это будет гпгп вот так вот то что написано на языке си и не обрамлено какими-то специальными там словами это все будет выполняться на cpu теперь давайте добавим 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 то что то что мы хотим чтобы она выполнилась на гпу то есть на устройстве нужно для этого сделать вот так вот написать global войдет кернел ну тут напишем вот это в языке си мы таким образом четко указываем что функции не принимает никаких параметров и теперь и теперь функция пусть будет пустая и давать ее вызовем кернел 1 ну вот так да смотрите это был бы вызов обычной функции си которая бы вызывалась наверное на ну сейчас попробуем собрать я не уверен что соберет да не соберется правильно так вот это как бы вызов казалось бы обычной функции языка си но здесь новое что у нас глобал что такое глобал это квалификатор куда дополняет язык си некоторыми квалификаторами их не так уж и много так вот это один из них global мы вот этим говорим компилятору что эта функция должна компилироваться для исполнения устройства то есть гпу а не цпу в данном случае компилятор инвидиевский передает функцию кернел то есть есть еще в инвидиевский компилятор и он когда видит вот эту функцию он передает ее компилятору nvidia и который к там компилирует и обрабатывает код и код этот будет выполняться на гп и так так вот чтобы ее вызвать вот так вот не получится потому что это не про необычная функция си надо написать вот такую вот штуку 11 так так они 33 этаж в языке си плюс плюс да и не только в языке си плюс в языке си это у нас будут сдвиги но что-то типа такого давайте попробуем собрать и и и и как мы видим вроде бы все собирается да все собралось так вот вот это керна она нам с помощью этого квалификатора мы указываем что функция должна выполняться точнее global должна выполняться на устройстве кроме всего прочего есть еще кроме global есть еще четко вот так вот можно указать девайс девайс это выполняется на функция выполняется на гп дальше global global мы уже знаем я здесь оставлю это global global тоже выполняется на гп и и и хост ой надо с маленькой сейчас хост да елки-палки неудобно писать просто так чё здесь не так а все так это выполняется на cpu ну дело в том что из функции к примеру таких что-то нам надо вы выполнить на центральном процессоре соответственно какие-то функции мы можем пометить ну с этим я думаю мы разберемся так вот вот девайс и global на два таких квалификатора которая указывает что функции должны выполняться выполняться на гп из глобала из-за ладно давайте идем дальше так 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 на функции на вот эти вот функции гп то есть девайс и global вот функции с этими квалификаторами накладывается следующее ограничение нельзя их брать нельзя брать их адрес но за исключением global функции то есть нельзя брать адрес вот вот этих функций не поддерживается рекурсия не поддерживается статик переменные внутри функции не поддерживается переменное число входных параметров для задания размещения в памяти гп у переменных используются следующие спецификаторы девайс так конус тант и шарот так ну давайте я думаю давайте мы к этому все равно подойдем давайте наверно продолжим 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 так вот мы увидели что куда это стандартные знак си кроме ну за исключением некоторых таких добавлений так вот потому что понятное дело куда си нужда нуждается в каком-то синтексическом способе который способен пометить что функция должна выполняться на устройстве одно из достоинств куда си заключается в том что он обеспечивает языковую интеграцию благодаря которой вызовы функции для устройства выглядят очень похоже похоже на вызовы функции для центрального процессора но позже мы это обсудим теперь давайте передадим параметры давайте это все по мере будет потому что я так смотрю не очень получается я отвлекаюсь заминаюсь и все такое давайте просто сложим служим чё 22 числа наверное и давайте напишем для этого во функции вот то есть о том что такое ядра нити мы постепенно к этому подойдем поэтому вы конечно же можете сами уже почитать а потом посмотреть мое объяснение и и сравнить может быть вы да поймете что-то а может быть наоборот дополните комментарии скажите что у ты вот неправильно объяснил int b так мы пишем функцию что будет делать эта функция будет делать она будет складывать два числа а плюс б а плюс б здесь то есть мы сейчас создаем функцию в которую уже можно передавать параметры давайте вот здесь создадим нашу выходную переменную c и и передадим сюда к примеру 1 плюс 2 так инт декси вот так вот смотрите на просто так передать в эту функцию адрес какой-то перемена нельзя потому что это все таки разная память это будет выполняться на устройстве ну к примеру вот сделать вот так вот мы так не можем потому что это на самом деле разные разные памяти но давайте попробуем собрать блин еще не привык студии ну вроде собирается давайте попробуем запустить кстати тут еще есть всякие профайлеры вот нвидея вот встроенный студии нсайт ну попробуем еще что-то выполнилось а ну-ка давайте выведем c ой блин ц и чоу тут есть профайлер с помощью которого можно замерять ну сколько выполнялся коды все такое ну к этому я думаю мы подберемся и чо подожди ка а почему ты не пересобрал рыбил сделаем я тут кстати заметил но это буквально на второй запуск мой ну реально в коде то есть я до этого тоже ничего не запускал и я запускал смотрю собирается и все но в коде ничего не менял поэтому где-то могу тупить все нормально как мы видим мусор какой-то казалось бы ничего тут не вызвалось и и и ничего не работает на самом деле это не так это вы должны четко уяснить что эта функция будет выполняться на устройстве а вот это на центральном процессоре а это на gpu то есть вот этот cpu это gpu соответственно памяти разная нельзя вот просто так взять и поделиться потому что gpu мы знаем при запуске процесса она выделяется виртуальное адресное пространство соответственно эти адреса ну просто вот так вот нельзя шарить они 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 ну так делать нельзя так вот для того чтобы передать какой-то адрес нам нужно не передавать а к примеру давайте выделим выделим память с помощью макроса и эту память выделим на устройстве то есть что мы сейчас делаем мы сейчас учимся передавать параметры ядру в данном случае параметры есть и и следующая наша задача выделить память на устройстве для того чтобы в эту память был записан результат и потом мы эту память скопировали обратно ну на на нашу наши переменные которые находятся грубо говоря на cpu то есть у нас вот сейчас есть реально две разные память чтобы выделить память на устройстве нам нужно сделать следующее использовать вот такой макрос ну тут есть еще хэндл рор рор так правильно написал вроде правильно и куда куда малок вот есть куда малок куда мы мы передаем вот такую штуку воет указатель на указатель на воет берем адрес дел данном случае дел у нас является указателем и мы берем адрес этого указателя то есть то место где хранится этот указатель не значение указателя а то место где лежит сам указатель сайзов от инта есть так и что тут не так где то я скобочку еще забыл походу так сейчас погодите это если это макрос то желательно есть раз пробел а вот здесь я забыл все правильно вот так вот вот хэндл рор штука хэндл рор но если будет какая то ошибка мы об этом узнаем да блин я привык контроль б нажимать видите так ошибок нету так вот что мы здесь делаем куда малок она похожа на стандартную функцию малок но говорит исполняющий среди куда что память должна будет должна быть выделена на устройстве первый аргумент это у нас указатель в котором будет возвращен адрес выделенной области памяти а второй это размер этой области памяти если не считать того что указатель на выделенную область памяти не возвращается функцией в виде значения то поведение ничем не отличается от малок у малок как мы помним малок нам возвращал еще вот даже тип возвращаемого значения void указатель на void совпадает итак что это за конструкция хэндл рор это это служебный макрос определенный в коде определенный в коде давайте перейдем а что такое нет а давайте не будем тогда его уберем потому что хендлинг ошибок на самом деле где-то где-то должен быть в команде ну я потом его поищу давайте пока так так вот куда мало да разобрались это мы выделяем память на устройстве что нам нужно сделать дальше после того как мы так и вот здесь и вот здесь и вот здесь нам надо передать эту память del c есть адрес выделили передали этот адрес теперь тот адрес запишется результат дальше теперь нам нужно из той памяти то есть память адрес будет здесь храниться скопировать в нашу как бы скажем так локальную память для этого нам нужно вызвать такую функцию куда мем копи вот куда мем копи в которую мы передаем куда мы будем копировать в данном случае берем адрес нашей переменной дальше берем откуда dev c дальше сколько size of int и дальше дальше мы указываем куда мем мем копи да блин мем копи девайс девайс ту хост то есть с устройства на хост хост это у нас cpu и после этого желательно пересобирать почему желательно пересобирать потому что я заметил что не подхватывается изменение если файлики расширения . силу куда вот такого елки-палки что такое где-то тут несовместимы что несовместимы 1 2 а товарищ ешь вот так вот надо сделать мне не туда написал а вы молчите могли бы подсказать так вот на когда я делаю здесь изменения студия что-то не подхватывает нужно делать ребилд ну не знаю как с этим бороться у меня желания не было искать как с этим бороться поэтому я просто делаю ребилд ну нету времени нету времени возможно стоит просто переименовать в .cpp возможно не знаю или c хотя вряд ли вот так вот смотрите что мы делали мы создали функцию которая принимает три параметра одно число второе число и куда нужно сохранить результат в данном случае указатель памяти у нас разные это устройство работает это хост cpu gpu cpu значит просто так перекидываться адресами мы не можем потому что они абсолютно разные значит для этого нам надо воспользоваться первое выделить память выделить и сохранить эту память в какой-то перемен дальше передать ее а дальше после отработки ядер или одного ядра или в данном случае мы указываем чтобы работало одно ядро после чего этот результат скопировать в нашу локальную так сказать память при этом указав что копирование происходит с девайса на хост есть тут как бы есть тонкий и важный момент с своей простотой и мощью язык куда си во многом обязан стиранию грани между кодом для цпу и устройство однако программист не должен разыменовывать указатель возвращаемый куда мало в коде исполняемом на хосте то есть на цпу этот указатель можно передавать другим функциям выполнять с ним арифметической операции и даже приводить к другому типу но не читать не писать в эту область памяти нельзя то есть вот сюда вот этот указатель будет неприкасаемым компилятор ну если вы что-то туда запишите компилятор об этом ничего не скажет ну так уж вот уже повелось вот поэтому вы четко должны понимать что вот это переменная только для того чтобы да как бы делаем такой мостик и об этом мостике будет знать куда и ну то есть куда будет знать вот и вот с помощью этого мостика мы как раз и передадим данные то есть не пишите сюда ничего и не читайте ничего не делайте вот только используйте в функциях куда так вот есть такие правила то вот разрешается передавать указатели на память выделенные кудамалок функциям которые исполняются на устройстве что мы сейчас и сделали мы выделили с помощью куда мало память и передали функции которая выполняется на устройстве разрешается использовать указатели на память выделенную с помощью кудамалок для чтения и записи в эту память в коде, который исполняется устройством. То есть вот здесь по этому указателю можно записывать, можно читать и записывать данные. Разрешается передавать указатели на память, выделенную кудамалок, функциям, исполняемым на CPU. То есть вот здесь локально. Разрешается передавать, но вы понимаете, что писать туда и читать ничего нельзя, если это выполняется не на устройстве. Не разрешается использовать указатели на память, выделенную с помощью кудамалок, для чтения и записи в эту память в коде, который исполняется на CPU. Ну, об этом уже было сказано. Так вот, вот мы память выделили, передали устройству, то есть функции, которые будут выполняться на устройстве, и результат скопировали. И теперь давайте попробуем запустить и посмотрим на результат. Что у нас будет? Так, где ты? Вот, мы видим три. Ну, отлаживаться, как вы понимаете, здесь нельзя. Можно отлаживаться вот до этих пор, а потом это все выполняется на устройстве. Так, ну, какая тут еще и проблема? Я думаю, вы уже заметили. Память-то мы выделили, а освобождать-то кто ее будет? Правильно, ее нужно освобождать. Ту память, которую мы выделяем локально, мы, ну, к малокам выделяем, мы всегда используем free. Точно так же и здесь. После того, как память нам не нужна, нам нужно куда вызвать такую функцию free. И сюда передадим вот эту наш dev-c. То есть память чистить нужно везде и всегда, и об этом не забывать. Так вот, здесь сегодня мы попробовали создать, создать, создать первый наш проект, в котором мы создали функцию, которая принимает параметры. И эта функция вызывается на устройстве, и там складывается два числа. В данном случае, что вот это такое, будем разбирать дальше. Но это видео такое, больше вводное. Поэтому, я думаю, вы сейчас полезете в интернете и почитаете, что такое куда и какие-то основы. А дальше, я думаю, мы продолжим создавать и разбирать уже готовые примеры и создавать наши собственные. Ну, думаю, все. И так, я думаю, видео уже затянулось. И так как я сам с этим всем тоже знакомлюсь, поэтому не извините, если что-то не так. Ну, а в следующий раз мы получим информацию об устройстве. Я напишу уже этот примерчик небольшой. И дальше будем использовать свойства этого устройства. Потому что, перед тем, как что-то запускать на устройстве, нам нужно узнать, сколько ты содержишь ядер, сколько максимальный размер памяти у тебя есть и все такое. Сколько нитей. Что такое нити и ядра. Я советую вам сейчас почитать. А в следующий раз мы с вами, ну, я попытаюсь это объяснить, то, как я это понимаю. Соответственно, вы получите вторую точку зрения, может быть и третью. И, может быть, что-то где-то допоймете. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки. Комментируем. Обязательно комментируем, если вы уже продвинутый в этом деле. А именно в деле программирования графических процессоров. Ну, на сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok